В этот знаменательный день зал Брестского областного общественно-культурного центра начал активно заполняться людьми. Людьми, в чьих глазах горит огонь, и несмотря на золотые годы, в каждом из них чувствуется жажда жизни. До начала торжественного концерта в холле особенно многолюдно. Все пришедшие организаторы – главные виновники торжества. Их друзья, коллеги, родственники – и волнуются, и гордятся одновременно. Ведь гордиться действительно есть чем. Конечно, мы много говорим в эти дни о прошлом, что сделано, как сделано. Но, видимо, больше надо уже думать о будущем. Что делать, как нам делать. И, конечно, в будущем мы особое внимание уделим созданию первичных организаций в трудовых коллективах. Потому что еще во многих трудовых коллективах организации не созданы. Они создаются при наличии 10 ветеранов. Вот поэтому организационное укрепление первичных организаций действительно, чтобы организация имела вес в коллективе, чтобы и о ветеранах тоже руководители заботились и знали, что это те люди, которые 40, кто-то 30 лет отработал, нуждаются в заботе, внимании. Ровно три десятилетия назад, когда начало формироваться Белорусское общественное объединение ветеранов, Брещане активно подключились к процессу. Сначала стержень Брестской организации составляли участники Великой Отечественной войны. Сейчас традиции старшего поколения продолжают люди, чья молодость пришлась на 70-е и 80-е годы. Эстафета передана. Созданная еще в советские времена организация и сегодня продолжает активно работать, внося весомый вклад в развитие города. Неизменным осталось все-таки стремление старших поколений передать свой жизненный опыт, понимаете, молодому поколению. И, конечно, чисто человеческая дружба народов, которая существует и сегодня у нас здесь на Брещене, вообще в Белоруссии, да и будем говорить на всем постсоветском пространстве. Во время войны в 43-м году ушел на фронт 15-летним, воевал, потом служил, 36 лет прослужил в погранвойсках. Вот, пожалуй, все. Пожелание молодому поколению жить вечно, дружно и хорошо. Три десятилетия – срок немалый, срок значительный. За это время менялось многое, переживалась непростая экономическая и политическая ситуация, но неизменно по сей день одно. Вера в завтрашний день, в светлое будущее общества, построенное на принципах добра и мира. Ветераны никогда не оставались в стороне от всех государственных изменений. С юбилеем представителей старшего поколения поздравили представители местной вертикали власти. Мы очень большое значение придаем ветеранской организации. Она занимает достойное место во всех отношениях и в жизни, я уверен, города, области, ну и тем более Ленинского района. Около 20 тысяч членов организации Ленинской ветеранов, и все они очень активные, очень жизнелюбивые, позитивные люди, которые помогают нам в решении многих социальных вопросов, которые, наверное, своим авторитетом поддерживают многие наши решения. И поэтому я и сегодня со сценой об этом буду искренне говорить, что мы им благодарны за это. Это люди, за которыми стоит история, это люди, которые строили наш город, строили нашу страну, поэтому они достойны уважения. Если мы будем помнить прошлое, уважать настоящее, у нас будет будущее. То, что делают проводники прошлых лет бесценно, крайне необходимо для патриотического воспитания молодежи и для поддержания традиций, устоев, канонов.